Добрый день! Добрый день! Как вы себя чувствуете в связи с тем, что сейчас произошло, происходит в стране, и сколько вы вообще спите? Ну, спать это громко преувеличено, но, в общем-то, стараемся урывать тут и там. Последнюю субботу, к счастью, удалось чуть побольше поспать, но, в общем-то, это нормальный режим работы. Это, конечно, пики, они совершенно иначе проходят, но, в общем-то, и к пикам уже тоже привыкли. Израиль и нормальная жизнь – это как бы две вещи, особенно в моем капасите, это трудносовместимые понятия. Ну, кроме поспать, надо же еще пообщаться вообще с домом, с семьей, с детьми, с внуками. Вы знаете, это самая большая поддержка, которая только есть, поскольку уже вся семья привыкла много лет к такому образу жизни. Это часто или они подскакивают, или перезваниваемся, но, во всяком случае, несмотря на все объективные трудности, то есть абсолютная поддержка – это, конечно, очень-очень помогает. Да, это, конечно, круто. Главное, чтобы еще и внуки помогали, чтобы все все понимали. Каждый в свою очередь. Да. Две маленькие цитаты для наших зрителей. Георгий Вайнер, уже, к сожалению, он не с нами. «Из всех израильских политиков мне, безусловно, больше всех нравится Авикдор Либерман. Он для меня олицетворяет в известной мере надежду на то, что Израиль выстоит. Кроме того, я возлагаю на него обязанность возродить традиции русских евреев в жизни Израиля». И еще один человек, который для меня большой авторитет – это первый российский посол в Израиле Александр Бовин. Либерман – удивительная личность. Высшее достижение русской алии в Израиле. Новое поколение политиков, динамичных, практичных, уверенных в себе, яркий представитель новой политической волны. Ну и еще маленькая такая ремарочка. Недавно американский журнал «Тайм» внес Либермана в список самых влиятельных людей планеты. Вот я хочу сказать у вас от этого нимб вырастает, корона, крылья. «Знаете, безусловно, и Георгий Вайнер, и Александр Бовин были людьми уникальными, наверное, еще той эпохи Советского Союза. Были такими великанами, которые действительно трудно сегодня где-то встретить. Неважно, это или в литературе, или просто за чашкой кофе, или в дипломатии, в политике. Они даже были очень похожи между собой, во многом даже внешне, вы знаете, даже как-то внешне они напоминали друг друга. И именно комплименты от них для меня – это, наверное, самая большая заслуга. Все остальное – это уже абсолютно неважно. Но вот, конечно, об этих человеках были уникальными и по своему интеллекту, и по вообще, так сказать, багажу человеческому, моральному, и по опыту. Так что я всегда с теплотой вспоминаю две эти фигуры.